Евгений Дикий, экс-командир завода батальона Айдар. Здравствуйте, Евгений, рада вас приветствовать в эфире. Доброе утро, слава Украине! Героям слава. Говорил Шарлин Мишель, президент Европейского Совета, когда приезжал в Киев, о том, что ближайшие недели будут решающими в этой войне. Говорил Ян Столтенберг, только что мы слышали, Генсия Кальянса, о том, что переломный момент наступает. По вашему мнению, вот этот переломный момент, он в чем больше заключается? В том, что Российская Федерация готовит очередное масштабное наступление, или в том, что у Украины сейчас поставки от западных партнеров, помощь настолько велика, что Украина готова противостоять, может противостоять, и сейчас силы гораздо больше у Украины? На самом деле, для меня, во-первых, далеко не однозначно, что вот именно прям вот ближайшие недели будут какими-то решающими и определяющими. Честно говоря, по той информации, которую я получаю с фронта, а у меня там очень много друзей воюет, и, в общем-то, практически на каждом участке, скажем, есть именно информация напрямую, ну, оно так пока не выглядит. Более того, по анализу открытых данных оно тоже не похоже. Хотя, ну, это мы говорим для нашей аудитории, скажем, на самом деле мне действительно нравится то, что западные политики кричат вот про решающие недели или там решающие месяцы. То есть это правильная риторика, потому что эта риторика способствует ускорению военных поставок. Вот пусть те политики, которые, скажем, не сильно разбираются в военном деле, вот пусть они решат, что буквально ближайшие несколько недель решают судьбу этой войны, и за эти несколько недель подсуетятся, и такие все-таки дадут нам достаточное количество вооружений, достаточное для того, чтобы все-таки мы могли полностью переломить ход войны в нужную нам сторону. Потому что, на самом деле, то, что сейчас дают, ну, знаете, оценивать как-то однозначно, много или мало, по сравнению с тем, сколько вообще давали до этого, и по сравнению с тем, сколько, скажем, как правило дают другим, нам действительно дают очень много. Вот именно поэтому в своем праве, как бы, те западные политики, которые утверждают, что помощь Украине беспрецедентна, это правда. Вот, помощь Украине беспрецедентна, а, кстати, в нашей истории нам-то есть с чем сравнить. Мы не первый раз боремся за свою независимость, мы не первый раз пытаемся вырваться из этой вот российской тюрьмы народа, вот этой вот империи зла, и первый раз нам настолько масштабно помогают. До этого это всегда вообще были исключительно наши проблемы. Вот, то есть, конечно, сравнивая и с тем, что было раньше, и с тем, что происходит в других, скажем, частях мира, можно сказать, что нам очень сильно помогают. А вот сравнивая с тем, что нам на самом деле сейчас необходимо, и сравнивая с военной мощью, пусть уже бывшей сверхдержавы, будем четко называть вещи своими именами, после этой войны Россия уже потеряла статус сверхдержавы, но все-таки это бывшая сверхдержава с очень архаичной, но все-таки численно очень большой армией. Вот, поэтому, вот, для противостояния этой архаичной большой армии нам дают все-таки явно недостаточно. Нам пока дают ровно достаточно, чтобы мы твердо и уверенно держали оборону, чтобы, например, разговоры вот о российском наступлении, к которым, если не против, мы сейчас вернемся через там минутку буквально, так вот, чтобы разговоры о российском наступлении нас уже совершенно не пугали. Скорее даже наоборот, честно говоря, скорее мы даже ждем этого наступления, вот пусть опять попробуют полезть вперед и подставиться, вот, особенно если они действительно опять попробуют пойти на Киев, вот, ну тут уже прям можно сказать, как там, ждем-с, ждем-с, заходите, гости дорогие, вот. А совсем другая история, это необходимость наоборот самим прорывать их эшелонированную оборону, вот, и именно освобождать большие оккупированные территории, на которые навезли громадное количество их мобилизованных. Евгений, давайте, да, вот и тему освобождения, и наступления. Для наступления нам дают недостаточно, да. Давайте еще по поводу вот этих заявлений всех о переломных моментах. Как раз-таки, когда об этом говорят политики, они всегда упоминают, что да, нужно большее вооружение. Говорил об этом и Ллойд Остин, министр обороны США, когда выступал на заседании украинской контактной группы по обороне Рамштайн-8, он призывал союзников усилить поддержку, потому что вот наступает, опять же таки, и он говорил, да, наступает вот этот переломный момент. Давайте услышим господина Остина. Дамы и господа, это решающий момент. Россия перегруппировывается, вербуется и пытается перевооружиться. Сейчас не время замедляться, время копать глубже. Украинский народ наблюдает за нами, Кремль наблюдает за нами, и история наблюдает за нами. Так что мы не сдадимся, и мы не поколеблемся в нашей решимости помочь Украине защитить себя от империалистической агрессии России. И вот тоже Столтенберг говорил, да, что оружие – это единственный аргумент, чем мы можем убедить Путина, что он не победит в этой войне. Именно по поставкам, когда говорит, да, мало или много, тут же еще один момент, тут еще вопрос скорости. Опять же, если вот это наступление, следующим вопросом обсудим именно варианты вот по наступлению, но если говорить о этих сроках, когда называют конец февраля, начало марта, опять-таки поставки есть, много, мало они идут, но к этому времени успеют ли вот в этом моменте, что думаете? Нет, к этому времени точно не успеют. Тут надо понимать, вот тут я хотел бы уточнить маленький момент, который часто путают наши журналисты, при всем к нему уважении. Вот они очень часто, как только нам что-то официально уже подтверждают, что все, такая-то страна выделяет нам, ну, например, там пушки. Вот все, появляется сразу заголовок. Нам дали пушки. Ну, как бы юридически правильно, с момента, как официально объявили, значит, дали. Ну, это юридически. А вот от момента вот этого объявления дали до реального появления этих условных пушек на фронте, вот, как правило, скажем так, если речь идет о тех системах, которые, во-первых, уже освоены нашими бойцами, то есть, когда, например, у нас уже было 4 таких пушки, а нам дают еще 10. И, во-вторых, когда эти пушки прямо вот забираются у армии страны-донора, вот они вчера у них на полигоне стреляли, сегодня их загрузили в самолет, и они полетели в Польшу, и дальше поехали в Украину. Так вот, даже при таком раскладе срок поставки порядка двух недель. Но такой расклад бывает редко. Когда мы говорим о, во-первых, оружии со складского хранения, оно требует расконсервации, технического обслуживания, приведения в рабочий вид. Когда мы говорим о новых для нас видах вооружения, добавляется еще и время на обучение персонала. При том, что наши ребята бьют все рекорды по скорости обучения, и, честно говоря, очень удивляют вообще в этом плане западных инструкторов. То есть, у нас, как правило, в 3-4 по некоторым сложным видам вооружения, мы побили рекорд, мы в 10 раз быстрее обучаемся, чем по нормативке. Но в любом случае какое-то время нужно. То есть, когда мы говорим о оружии со складского хранения или с заводов, то это 2-3 месяца срок поставки с момента объявления. То есть, надо понимать, что весь тот громадный пакет, который объявили на Рамштайне, а, кстати, пакет реально громадный. Если бы так, вот тут вопрос к медийщикам. Если бы не получилось так, что весь пакет слили задолго до начала встречи, а почему-то всю встречу свели к вопросу, даст Шольц танки или не даст Шольц танки. Так вот, если бы, например, просто молчали, а вдруг по итогам Рамштайна озвучили этот пакет, да мы бы все вообще от изумления сначала замерли бы, а потом танцевали. А как раз просто получилось, что поскольку все свели к одному танковому вопросу, то скорее получилось разочарование. Но это вопрос именно коммуникации и медийного освещения. Реально, пакет очень мощный. Но он приедет не к весеннему наступлению никак. Вот то, что сейчас озвучено на этом Рамштайне, это, скажем, на наше наступление, в лучшем случае в конце весны, а то и к началу лета. Это не означает, что это не надо. Нам все равно надо освобождать наши территории. Но если русские пойдут в наступление сейчас, то, конечно, мы будем их отбивать тем, что в данный момент у нас есть. Ну и, в общем-то, хочу в этом плане успокоить наших зрителей, потому что это действительно две очень разных истории. Мы так кричим, что нам нужно оружие, потому что нам критически не хватает для наступления. А вот для того, чтобы отбить русское наступление, ну, послушайте, мы год назад отбили русское наступление, не имея, наверное, ну, одной пятой, если не одной десятой того, что у нас уже есть сейчас. Это причем, наверное, так, одной пятой по оружию и одной десятой по количеству людей. А мы же отбили это наступление год назад. Поверьте, сейчас мы готовы гораздо лучше. Поэтому если они сейчас пойдут, ну, вперед. Но это не Рамштайн. Второй вопрос, пойдут ли они? Вот, по поводу, пойдут ли они. Здесь как раз-таки вопросы направления. Здесь то, что искажает и кремлевская пропаганда, да, очень много информации в прессе, да, как вот тоже кремлевская пропаганда все преподнесла по Рамштайну, сразу это все подхватили и сказали, вот якобы, смотрите, никакой тут помощи нет, западные партнеры отказались. Но действительно, помощь колоссальная. Извините, перебью. Извините, перебью. Их пропаганда – это что-то потрясающее. Они конструируют свою собственную вселенную. В этой вселенной, с одной стороны, нас партнеры кинули на танки, и все, поэтому нам теперь конец-конец. Вот вроде бы без этих танков до этого года не провоевали. Да. А в то же время уже один танк «Абрамс» и один танк «Леопард» уже сожгли героические ополченцы в боях на Донбассе. Вот, причем это звучит абсолютно подряд в одних и тех же выпусках новостей. И как-то ничего, не жмем вообще. Да, действительно, правда. Ну вот смотрите, по направлениям еще тоже обсуждались разные моменты. Ударить со стороны Брянска, Курска, Воронежа могут. Опять-таки, какие направления, на какие территории могут заходить? Говорили о том, что это может быть юг Запорожья. Говорили о том, что это может быть со стороны Беларуси и в направлении Чернигова могут двигаться. Были такие версии. С другой стороны, были версии, что маловероятно со стороны Беларуси. И там, скорее всего, могут быть провокации. Что вы думаете по направлениям? Ну, смотрите, по направлениям, давайте так, вопрос не в направлениях, вопрос в масштабе. Есть три разных масштаба наступления. Мы сейчас говорим о вражеском. Итак, вариант первый. К сожалению, наименее вероятный. Это то, что они совсем сойдут с ума, решат, что вот да, вот прямо сейчас их последний шанс, потому что дальше приедет Рамштайн, вот, как там, приедет Рамштайн на гастроли и уже как сыграет, то уже все. Так вот, есть у них план, который еще пару месяцев назад казался планом А, по которому они хотели повторить весеннее втражение прошлого года. То есть это с ударом из Беларуси, с походом одновременно на Киев, на Харьков, а если смогут, то еще и по югу на Одессу. Вот, при этом удар из Беларуси модифицированный по сравнению с прошлым годом, то есть удар через Ковель-Луцк, отрезание западной Украины от Киевщины. Вот, ну, что я могу сказать? Если все-таки они попробуют реализовать этот план, ну, это лучшее, что они для нас могут сделать, потому что на это сил и средств у них объективно не хватает, вот, а зато тогда эта война действительно бы окончилась очень быстро. Но, судя по всему, они все-таки, ну, не такие идиоты, как нам бы хотелось, и не такие идиоты, как показывали себя, бывало, в начале войны. К большому сожалению, врага не стоит недооценивать, они все-таки учатся на ошибках, увы. И поэтому крайне маловероятно, что они сейчас пойдут на вот такой вот план-максимум. То есть план-максимум, еще раз напомню, повторение прошлого года с ударом из Беларуси в том числе. Если пойдут, велкам. Но уже не похоже. Во всяком случае, то, что они собирают в Беларуси, пока по количеству настолько не дотягивает до ударной группировки. Это пока что-то, чего как раз ровно в аккурат достаточно, чтобы мы вынуждены были обращать внимание на ту границу и держать там достаточно большое количество наших соединений. То есть это хороший, грамотный, отвлекающий маневр, который заставляет нас не довозить до фронта часть наших подразделений, потому что они на всякий случай нужны на севере. Но вот не более того. Кем там наступать на Киев, ну, в упор не вижу. Дальше второй вариант. Средний. Средний вариант – это они даже не пытаются дергаться на правый берег, а вот по левому берегу пытаются осуществить некую такую громадную операцию по большому окружению. То есть, когда идет удар с одной стороны из Курской и Брянской областей, возможно, отвлекающий на Харьков, хотя, я думаю, уже после прошлогодней истории понимаю, что сам двухмиллионный Харьков им не взять. А вот мимо Харькова удар на Полтавщину с севера, а в это же время удар по Запорожским степям с юга. Если представить себе карту, то получается, что образуются такие громадные-громадные как бы клещи, в которых оказывается вся наша восточная группировка войск. То есть все те, кто на Донбассе и не только на Донбассе. И мы тогда оказываемся перед выбором. Либо большой-большой котел, в котором именно десятки тысяч наших бойцов, либо уход на левый берег и оборона под Днепру. Ну, я не исключаю, что они могут попробовать этот план реализовать, но, честно говоря, ну кишка тонка. Ну вот кишка тонка, вот как бы, ну, не в том плане, что мы их недооцениваем. Но дело в том, что объективно, во-первых, линия фронта прочная. Во-вторых, у нас, мягко говоря, немало войск на этой линии фронта и резервы в тылу, в том числе во всех крупных городах по типу Запорожья и Днепра. И при этом пока что самое успешное их наступление, это наступление на Донбассе, которое они ведут именно пехотной массой, которая медленно, постепенно, с большими жертвами продавливает линию фронта. Ну, вы понимаете, что при таком методе, ну, тут не надо быть великим стратегом, но просто при таком методе наступления не получается быстрый, красивый охват клещами, прям вот аж от Курска до Полтавы и от Мелитополя до Днепра. Ну, вот никак не получается. А получается пять месяцев один Бахмут брать. Вот, и пока что еще без окончательного успеха. Вот, вы понимаете, что если заходить с таким темпом, то на образование вот этих вот больших клещей понадобится несколько лет, ну, которых, естественно, никто им не даст. Поэтому план, конечно, лучше, чем первый для них, чем с заходом на Киев, но почти такой же фантастичный. И остается третий вариант. Это все-таки одно наступление где-то на востоке. То есть, либо просто продолжение, упорное продолжение пробивания Донбасса, либо рядом с Донбассом все-таки попытка какого-то еще одного наступления, либо в Запорожских степях, либо на Луганщине от линии Сватова-Кременная. Но не более того. Вот это реалистичный план, и для этого плана они, пожалуй, довезли достаточно новых мобиков. Тут надо уточнить, что мы привыкли там смеяться насчет того, какие там эти мобики, ничему не обученные, не мотивированные. Это правда. Но дело в том, что и качество на самом деле нельзя полностью компенсировать количеством. Но частично можно. То есть, когда вместо одного хорошего солдата у тебя 40 плохих, ну это все-таки уже работает. И даже при том отношении к человеческим потерям, которые они сейчас практикуют, то, наверное, 40 плохих солдат, это даже лучше, чем один хороший. Вот из них 20, например, ляжут, но 20 куда-то проползут. А отношение к потерям у них сейчас именно такое. То есть, как говорил сельмаршал Шереметьев, не плачь, государь, бабы еще нарожают. У них вот сейчас уже полностью именно эта парадигма. Ну поэтому, как на мой взгляд, действительно какого-то серьезного наступления, с которым придется серьезно побороться, вот следует ожидать все-таки именно вот на Юге или, ну, на Запорожье или Донбассе, не более того. Вот, ну и я полагаю, что мы достаточно к этому готовы. Хотя вот ситуация в Солидарии в Ахмуте показала, что, например, в плотной застройке, вот как мы говорим между собой в Урбане, вот в Урбане вот этой пехотной именно отправленной на убой биомассе достаточно трудно противостоять. Просто потому, что мы себе не можем позволить такого же количества человеческих жертв. А там оно вот как раз практически выходит, ну, более-менее так на так. Вот, но, слава богу, не везде сплошной Урбан. В чистых полях уже вот эти вот волны смертников не работают. Там они слишком легко косятся. Вот там уже все-таки нужно воевать более по уму. Ну, а с этим пока у них не складывалось. Ну, в любом случае, вот из тех вариантов плана, которые вы озвучивали, в любом случае для Российской Федерации сохраняется вот цель, о которой говорил секретарь Совета Национальной Безопасности и Обороны Украины Алексей Данилов. Он говорил о том, что Москва желает под корень уничтожить саму Украину как историческое явление. Язык, историю, культуру, носителей украинской идентичности. Давайте сейчас услышим господин. Так это они даже не скрывают уже. Абсолютно. Это открытая цель. Давайте услышим от Данилова и обсудим. Тотальный и абсолютный геноцид. Тотальная война на ликвидирование. Кремль знает. В противном случае исчезнет сама Россия, как недобитый пережиток тирании прошлого. Страна зла и насилия. Для достижения своей цели Путин хочет нанести Украине военное поражение, стратегическое по характеру и последствиям. Алексей Данилов, секретарь Совета Национальной Безопасности и Обороны Украины, Фейсбук. Да, действительно, цели они эту не скрывали. Это открытая цель всего противостояния Российской Федерации, вот этой всей агрессии. Но вот знаете, мы с вами обсудили, да, масштабы, направления, какие планы могут быть. А чем больше будут наступать? Это сухопутно, это авиация. Чем бить? Это буквально последний вопрос. Ну, вы знаете, прям вспоминаются старые советские анекдоты о китайском генштабе. Вот о том, как там сидят, планируют. Так, границу переходим небольшими группами, до миллиона человек. А авиация поддержит? Нет, не поддержит. Вот, вы знаете, вот у россиян, чем дальше, тем больше все-таки скатывается уже в эту сторону. Конечно, ну, не поймите меня правильно. Это не означает, что у них прямо сейчас уже осталась одна голая пехота. Нет, конечно. Работает и артиллерия, работает, кстати, и авиация. И в частности на Бахмутском направлении авиаподдержка очень, скажем, существенная часть того, что они делают. Но их авиация уже даже сейчас никогда не летает дальше, чем километров пять за линию фронта. То есть, по сути, они, как правило, они вообще работают с русской стороны линии фронта над окопами. Просто потому, что у нас настолько плотное ПВО. То, что нам пока нечем баллистические ракеты перехватывать, это абсолютно другая история. А вот самолетики мы с первых дней войны лупили и лупим очень хорошо. Вот, если вы заметили, бомбежек Киева авиационных не было даже в первые самые трудные дни войны, потому что буквально в первые же сутки достаточно большие потери понесла русская авиация и летать сюда перестала. Поэтому, опять же, артиллерия, которая была нашей главной проблемой в летней кампании на Донбассе, когда они буквально вот этим артиллерийским огненным валом буквально выносили целые населенные пункты. А сейчас она уже снаряды экономит. Сейчас оказалось, что даже Россия все-таки для длительной войны большой запас снарядов не сделала. И вот, да, они у них еще отнюдь не кончились, но они сейчас стреляют в 4-5 раз менее интенсивно, чем летом. То есть, это значит, что уже введен режим экономии. И получается, что сейчас основным ресурсом, да, ну с ремонтом бронетехники у них жуткие проблемы. Оборонпром стоит под санкциями, и им нужен примерно год для того, чтобы его нормально запустить. Кстати, это вот существенный фактор. Это то, о чем говорил президент, что о том, на кого работает время. На короткой перспективе пока время работает на нас, снаряды кончаются. А вот на длинной перспективе они снова смогут перезапустить свой оборонпром, пусть корявый, пусть там импортозамещенный, аналогов нетный. Но он начнет все-таки клепать хоть какие-то снаряды, ракеты градом и прочее. То есть, на длительной перспективе время может начать работать на них. Вот наш шанс как раз лучше всего сейчас, пока оборонпром их молчит. Ну вот, то есть, сейчас получается, что основной ресурс, который у них есть, это именно, извините за оценивым, но мясо. Но как-то по-другому этих людей не назовешь, потому что они отправляют их, по сути, на одноразовое использование, очень часто просто на верную смерть. Но запас людей, которые готовы так идти, у них оказался, давайте будем честными, намного больше, чем мы ожидали. Ну и вот раз у них это сейчас единственный доступный ресурс, вот именно им они наступать и будут. Евгения, огромное вам спасибо сегодня за обсуждение темы. Вот это соотношение 1 к 40, о котором вы говорите, да, пушечное мясо, это очень показательно для российской армии в отношении к своим же солдатам, к своим же людям. Евгений Дикий, экс-командир завода батальона Айдар, был с нами на связи. Евгений Дикий, экс-командир завода батальона Айдар, был с нами на свете. И на спокойном тоже, effectivement, давайте делать все это.